итак ребят добрый вечер дождались мы обновления значит прилетела 8 10 18 размер 301 мегабайт значит описание оптимизация стабильности системы и оптимизация отчета работы системы значит давайте посмотрим на прежние значит показатели android 8 1 0 система безопасности 9 0 1 сентябрь 10 global 8 10 11 бета так прошивка модуля связи 164 270 запоминайте так ну и что включаем обновление пошла загрузка продолжим после в перезагрузке и так ребят для всех любителей телефона xiaomi redmi 4 pro вот смотрим китайскими 10 версия вышла 8 10 18 тоже да вот так же здесь список поддерживаемых устройств по волнам есть и в третьей волне вот он наш любимый redmi 4 prime находится видите да второй с конца списка вот так что поддержка аппарата идет будем надеяться на то что потом появится русская локализация прошивки так ну ссылок тоже на скачивание нет как и на нашей версии продолжаем ждать и так ребят прошло несколько минут и как мы видим информация телефоне изменилась меня 10 global 8 10 18 так давайте смотреть что же тут опа и сразу видим появилась какая-то новая вкладка подписки миром миом миа официал имеют то есть это а то видите instagram twitter и facebook ну как это воспринимать как реклама или еще как что-то не знаю давайте пока под подумаем посмотрим так значит версия модуля связи не извинила не изменилась ведь версия безопасности изменилась видите да на октябрьскую версия android не изменилась значит система все здесь показывает все корректно 8 10 18 так ну и давайте потихонечку начнем так традиционно начинаю с батарейки потому что это основной вопрос который нас ну меня в частности волнует по этому телефону да так ну как мы знаем приложение изменилось уже давно вы видели вот нашел какую-то тут проблему мне и пока значит а вот довольно быстро решил проблему смотрите достаточно корректно показывает счетчик 19 2 часа 37 температура емкость 4000 так ну с учетом того что график так меня 80 процентов остатка значит сколько тут я уже пользуюсь этим телефоном без зарядки так здесь мы это не увидим походу вот тут наверное да наверное тут 6 часов и того 25 часов ну то есть больше суток показывает до при нынешних темпах ну не лучший показатель на самом деле ребят хотелось бы видеть хотя бы полтора суток здесь до при моих нагрузках на телефон там уже смотрим тут экрана у меня достаточно немного полтора часа всего в основном голосовые вызовы как вы видите да вот как то так но посмотрим может быть на завтра еще улучшится показания так с батарейкой все разобрались дальше значит ну как обычно смотрим youtube смотрим youtube так ну что сказать тут вроде бы все нормально подключается к вайфаю обрыва нет как мы видим запускаем видео видим небольшие подлагивания но это после перезагрузки всегда первое время так ну звук воспроизводится видео распроизводится все как бы хорошо единственное небольшие подергивание здесь тоже заметили да как и есть но грешу на то что это как бы только система обновилась из-за этого так далее открываем браузер mail.ru как обычно так открылась по вкладкам переходит ссылки открывает ну и как мы видим фризик присутствует ребят присутствует фризик однозначно вот я его чувствую может быть надо перезагрузиться сначала может быть тогда будет лучше но пока вот показываю то что есть после установки так следующее 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 значит свободную память один один из трех давайте по закрываемся лишние приложения 1 и 3 показатель не улучшается к сожалению это не радует вот но имеем то что имеем вот давайте почистим память посмотрим дальше так браузер посмотрели youtube посмотрели батарейку посмотрели значит смотрим жесты по просьбам многочисленным моих подписчиков проверяем жесты включили так ну и выходим из как говорится тестовой программы то есть просят проверять жесты на реальных приложениях в реальной работе ну что сказать ребят вроде бы как назад работает период работает запускаются приложения вроде бы вроде бы все нормально я жестами сильно не пользуюсь поэтому прошу не кидаться тапками да не ругаться насколько я вижу работает нормально там что-то по на прошлой просыпке говори с жестом назад были сложности но вот вроде видите никаких сложностей у меня нет значит сети смотрю sim карты ловят обе нормально mtsb line вай-фай подключен хорошо давайте значит померяем скорость для частоты эксперимента так достаточно наш быстро нашел сервера скорость стандартная на моем подключении не больше не меньше то есть до 40 так и тянет эта сеть как я уже говорил 70 мегабит то есть потеря на модемах телефона она существенная вот redmi 4 pro здесь модем 72 мегабайт в секунду соответственно 30 процентов потери вот она до 40 и тянет чтобы даже 35 на 4 pro тянула прям к сотне там 150 мегабайт секунду модем к сожалению модемы стали ставить гораздо менее производительные ну наверное это до телефона и достаточно так ну что на официальном сайте мы уже посмотрели давайте еще раз проверим появились ли ссылки на скачивание кому не прилетела так вот исправление нет ссылки на скачивание до сих пор не появились здесь видите да обновляется этот вкладочка вот соответственно ребят ждите добавлю ссылку на эту страницу данный источник как только там на информация появится сможете скачать быстрее если вам до сих пор не прилетела эта прошивка на этом все не забываем подписываться ставить лайки всем удачи всем спасибо пока пока да еще хотел добавить ребят важная информация значит вышел рейд всего мирами 66 прода и связи с этим ноут 5 очень сильно подешевел то есть сейчас ценники на алиэкспрессе вот давайте посмотрим очень стали такие гуманные так вот видите не люблю жесты сейчас я переключусь на обычную вот давайте с вами посмотрим то самое время сейчас пришло покупать ноут 5 шикарный телефон то есть это лидер я считаю после ридми 4 pro действительно с хорошим показателем но немножко по автономности не дотягивает хотя все остальные косяки которые были на ридми 4 pro это камера звук звук при качество звука при записи видео все стало гораздо гораздо лучше вот поэтому кто думает покупатель не покупать ребят однозначно покупать ссылки на проверенных под продавцов есть под видео вот давайте сейчас посмотрим так нет это он чехлы что-то показывает нам надо мобильные телефоны да вот ценники значит за 464 12000 минимум все стоит там но цвета до глобальная версия то есть принципе можно спокойно покупать снова не скажешь у цена прям сильно сильно упала но уже вот 10 600 это вот какой цвет давайте посмотрим ну черный цвет глобальная версия один с половиной тысяч принципе чем нормальная цена за глобальную версию как-то так ридми 6 стоит сейчас гораздо дороже ну и там чего-то у меня вопросы есть по звуку и некоторые вещи сам пока думаю какой следующий аппарат покупать вот наверное объявлю голосование и посмотрим какой аппарат вам больше интересно посмотреть ну соответственно сравнить с редми ноутом пятым так ребят на этом все кому нужен такой аппарат ссылки на проверенных продавцов на все аксессуары стекла бампера все будет под видео как всегда покупаем заказываем кому надо всем удачи всем спасибо пока пока